В начале сентября космическому командованию США, AFS-PC, наконец были приданы все силы и средства, включая и ту часть, которая недавно была в ведомстве ВВС. И эти структурные изменения сгенерировали довольно любопытное событие, которое интересно само по себе, но для нас, разглядывающих его со стороны, оно интересно и в другом аспекте, о котором в самом конце. А сейчас о сути события. Командование провело исследование о том, какие задачи будут стоять перед командованием в перспективе до 2060 года. И 5 сентября в Вашингтоне произошла закрытая презентация исследования «Будущее космоса 2060 года и его последствия для стратегии США». В общем, это логичный шаг, поскольку только что окончательно сформировалась структура командования, и дальше оно должно действовать самостоятельно, хоть и во взаимодействии со всеми соответствующими структурами США. Тем не менее, собственная стратегия развития обязана быть, и она должна опираться на представление о том, как будет выглядеть космос в ближайшие десятилетия, и каким образом там будут присутствовать США. Отсюда будет вытекать круг интересов, которые следует защищать. Это плюс к тому, что известно о космосе, как источники потенциальной угрозы прямо сейчас. Просто как отправную точку всего мероприятия можно сформулировать ответом на простой вопрос. Прямо сейчас есть оружие в космосе или нет? Думаю, что военные, сферой которых является обеспечение безопасности и оборона интересов США в космосе, ответят на него положительно. И это значит, что уже прямо сейчас командованию есть что делать, и с каждым годом этих задач будет все больше, а сфера деятельности все шире и дальше от Земли. Базовыми принципами для футуристического исследования стали защита интересов США за пределами земной атмосферы и обеспечение безопасности гражданам США, находящимся там же. Предполагается, что их присутствие в самое ближайшее время будет увеличиваться взрывными темпами, поскольку уже сейчас готовы программы добычи полезных ископаемых вне пределов Земли, и промышленность просто ждет соответствующих технических возможностей коммерческого использования космоса, которые тоже на подходе. Кроме того, наблюдается активность и других стран, в первую очередь Китая, которую можно расценить как подготовку к экспансии за орбиту Луны примерно с теми же самыми целями. Это значит, что после наступления момента, когда космический транспорт станет относительно дешевым и перейдет к регулярным уже не полетам, а перевозкам в космическое пространство, туда перекочуют все те же отношения, в том числе и недружественные, которые можно сейчас наблюдать на Земле. Поэтому надо прямо сейчас моделировать возможные варианты развития ситуации, чтобы понимать, какими средствами будут достигаться цели и решаться возможные проблемы. На самом деле это не первый подход к теме. Первый предметный обмен мнениями состоялся еще весной этого года в рамках семинара «Варианты будущего», в котором приняли участие Министерство обороны США, НАСА, НАТО, представители научных центров и профильных неправительственных организаций и групп. Именно тогда были предложены наброски или варианты возможного развития ситуации, а все время, между мартом и 5 сентября, было потрачено на отсев и группирование этих идей и глубокой их проработке. В результате и получился тот самый доклад, который обрисовал контуры будущего в 8 возможных вариантах, которые и были представлены вниманию профильных специалистов для формирования основы концепции развития космических сил. Сейчас отрабатываются не только сценарии будущего, но и критерии оценок этих сценариев и более частные критерии, например, что считать агрессивными действиями в космосе и что нужно понимать как казус Белли именно применительно к космической инфраструктуре. Но в этот раз основное внимание было уделено именно перспективам развития, и потому было предложено три критерия оценки вариантов будущего. Первый – насколько много людей постоянно живет вне пределов Земли и как широко они расселены. Второй – насколько высок постоянный уровень доходов от экономической деятельности вне пределов Земли. Третий – в какой степени американская коалиция должна лидировать в создании гражданского, коммерческого и военного космического потенциала и в установлении норм, стандартов и международных правил в космосе. При такой постановке понятно, что эти критерии действуют по принципу «чем больше, тем лучше», а значит, проблема является все, что ведет к обратным тенденциям. Наверное, эти критерии уже выведены какое-то время назад, поскольку сейчас Штаты стоят на пороге массового, регулярного и уже коммерческого выхода за орбиту Земли. Только массовость и дешевизна средств доставки может обеспечить основы всем указанным выше условиям. Итак, вот какие сценарии предлагаются для того, чтобы взять и какой-то из них за основу или синтезировать из нескольких один, который и определит пути развития космического командования США. Стартрек – самый оптимистичный и экспансивный. Американская коалиция обеспечивает и сохраняет лидерство в космической сфере. Она внедрила законы и процессы свободного мира, которые привели к значительному глобальному расширению гражданской, коммерческой и военной деятельности в космосе и обеспечили большие потоки доходов. Тысячи людей живут или работают в космосе в различных средах обитания внеземного пространства, включая Луну и Марс. Garden is – оптимистично и экспансивно. Американская коалиция сохраняет лидерство в космической сфере и внедрила законы и процессы в свободном мире, которые привели к значительному глобальному гражданскому, коммерческому и военному расширению в космосе и привели к большим потокам доходов. Однако присутствие человека ограничено, и большинство процессов управляются дистанционно или посредством робототехники. Elysium – оптимистичный и экспансивный. Американская коалиция сохраняет лидерство в космической сфере и внедрила законы и процессы в свободном мире, которые привели к значительной глобальной гражданской, коммерческой и военной экспансии в космосе. Тысячи людей живут или работают в космосе в различных средах обитания внеземного пространства, включая Луну и Марс. Тем не менее, большие потоки доходов еще не материализовались. Коммерческая деятельность сосредоточена на низкоорбитальной и геосинхронной орбите для наземной связи, информации, определения местоположения, навигации и времени, а также для обеспечения ключевых частей гражданской и коммерческой инфраструктуры, необходимых для постоянного расширения присутствия человека в космосе. Однако имеется набор и негативных сценариев, два из которых предполагают, что Китай вырвал лидерство в космической мощи США. Джан Хэ – экспансивный, но самый пессимистичный. Намек – Джан Хэ был древним китайским полководцем. Альтернативная нация осуществляет руководство космической областью и вводит законы и процессы, которые продвигают их интересы или ограничивают действия соперников. Используя свои растущие технологические преимущества и используя неконкурентные методы, они привлекают растущую, непропорциональную долю мировых потоков космического дохода. Тысячи людей живут в космосе, чтобы поддерживать лунные и марсианские базы, чтобы повысить свой национальный престиж, новые модели зависимости и поддерживать технологии и инфраструктуру для коммерческого и военного космического лидерства. Wild Frontier – экспансивный, но пессимистичный. Нет ясной космической силы, которая бы осуществляла лидерство в космической области. Тем не менее, рост космических возможностей национальных и частных организаций привел к глобальной гражданской, коммерческой и военной экспансии в космосе и привел к большим потокам доходов. Тем не менее, присутствие человека ограничено, что обусловлено главным образом национальным престижем, исследованиями и туризмом. Мечта Си – экспансивный, но пессимистичный. Альтернативная нация является ведущей космической державой, хотя важность космоса обусловлена увеличением присутствия человека в космосе для исследования, туризма, а также для поддержания коммерческих космических возможностей. Большие потоки доходов еще не материализовались. Коммерческая деятельность сосредоточена на наземных коммуникациях, информации, PNT и LEO для обеспечения ключевых частей гражданской и коммерческой инфраструктуры, необходимых для дальнейшего расширения присутствия человека в космосе. Есть еще два сценария, но они практически полностью исключают коммерческое использование космоса и выделяют его в отдельную область военного противостояния. В этой части ведутся чисто военные исследования, большая часть которых закрыта для широкой публики. Как мы видим, потому что и как сегодня делают именно США, они настроены на оптимистичные сценарии развития ситуации. Но и негативные сценарии должны быть проработаны, чтобы вовремя заметить развитие ситуации именно в этом направлении. В общем, такие исследования Штаты проводят регулярно и не только, а вернее не столько по космосу, как по развитию различных ситуаций, которые разворачиваются на земле. В частности, какими могут быть международные отношения или какие системы вооружений пойдут в отрыв от всего остального. Исследователи получают за свою работу огромные деньги, но они того стоят, поскольку помогают понять то, что ждет завтра и что в этом завтра хорошо бы иметь, чтобы приготовить это прямо сегодня. В связи с этим просто интересно, как там прозевали момент, когда они сами своими руками выкормили из Китая агрессивного монстра. И как они не увидели Россию? И что с нею произойдет, если ей дать набраться шальных денег? Ведь это не космический футуризм, а просто листай учебник нормальной истории и делай выводы. В любом случае, такие проработки должны быть глубокими и служить основанием для конкретных действий вместо рискованных импровизаций, которые сейчас исполняет Трамп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok